Здравия вам всем желаю! Пробежимся по старым газетным подшивкам, окунемся в историю Отечества. Новости дня 1902 года, выставка «Мира искусств». Вчера в доме Грачева по столешниковому переулку должна была открыться выставка «Мира искусств», но массе приезжавшей на открытие публики пришлось разочароваться. Выставка оказалась не готовой, и открытие ее перенесено на сегодня. Выставки «Мира искусств» уже устраивались в Петербурге, в Москву она является впервые. На выставке около 280 картин, рисунков и произведений скульптуры, экспонируемых 28 художниками. Но первая и самая почетная среди них принадлежит нашему москвичу Валентину Александровичу Серову. Он выставил 26 вещей, среди которых преобладают портреты. И каким он представляется здесь колоссальным художником, восклицательный знак. Его портреты поражают не только сходством, не только умением жизненно воплотить эти лица, но и изумительно блестящей техникой, при полной безыскусности. Превосходные портреты экспонируют еще господа Бакст и Браз. По обыкновению целый ряд изящных вещей выставили Бенуа, Жуковский, Малютин, Мамонтов. Новое время 1912 года. Открылась 4-я Государственная Дума. После 6-месячного перерыва снова ожил Таврический дворец, сделавшись по-прежнему средоточием политической жизни страны. Много прежних депутатов вернулось в него, а на смену другим пришли новые люди со свежими силами, с запасом энергии. Страхи одних и надежды других оказались преувеличенными. И если партийный состав Новой Думы отличается от прежней, то главным образом своей неопределенностью и сравнительно большей раздробленностью. Вместо двух фракций направо – 4, вместо одной в центре – 2. Только 5 копеек за 20 штук. Радикальное средство против моли. Правда 1931 года. Бернард Шоу в СССР. Вена. Нефрея Прессе помещает статью известного немецкого переводчика Бернарда Шоу, его близкого друга Зигфрида Требича, в которой последний передает впечатление о своей недавней встрече с Бернардом Шоу. По словам Требича, главной темой их разговора служил СССР. Причем Шоу проявил крайне восторженное отношение к Советскому Союзу. Шоу считает, что СССР проводит удачный эксперимент, могущий служить примером. Требич к этому добавляет. Дагестанская правда 1942 года. В первых рядах Ефросинья Власьевна Голубь, наша новая колхозница. Ей 62 года. Приехала она к нам из центральных областей Союза. Ее родные места временно захватили фашисты. По фронтовому работает на новом месте Ефросинья Власьевна. На скирдовании хлеба старуха работала возщиком. При норме в 4 оборота Стахановка ежедневно давала своим быкам 7-8 оборотов. Сначала посевной компанией Ефросинья Власьевна работает пахарем. Сменное задание у нее пахать конным плугом 0,40 га. А пашет ежедневно товарищ Голубь 0,70-0,75 гектара. Ефросинья Власьевна вспахала уже 20 гектаров. Она идет в первых рядах соревнования. Нур Магомедов, председатель колхоза «Большевик» Гербенского района. Здравия вам всем желаю!